Гибель наследия на минувшие недели во всем мире и, понятно, в России отметили Международный день памятников и исторических мест. Последних у нас много, широка страна, да и конфликтов с ними связанных, вагон и маленькая тележка. А вот с чем уж точно дефицит, так это со средствами на поддержание и реставрацию данных объектов. Причем проблема настолько остра, что порождает циничные в понимании борцов за сохранение старины вопросы. А что, собственно, считать достоянием, историческим, культурным или архитектурным? И не пора ли от кое-чего избавиться, а кое-что полностью участникам передать? Сергей Халашевский, продираясь сквозь века и бюрократические припоны, пытался нащупать компромисс между прошлым и будущим. В Сереговом посаде, как раз напротив Лавры, деревянный дом, объявленный еще в 95-м году указом президента памятником культурного наследия, медленно разваливается сам по себе. Внук Павла Флоренского, отец Андроник, показывает нам кабинет деда, его посмертную маску и рукописные листы лекций всемирно известного русского философа. Под названием «Реализм в народном мировоззрении». Чтобы вместе на ваших глазах постепенно извлекать обобщение. Старый дом Флоренского почти развалился. Хранить бесценные рукописи негде. Спасти наследие философа теперь пытаются меценаты из специально созданного фонда науки и православной культуры Павла Флоренского. Сергеева посадские меценаты за эту землю и вот эти развалины боролись 20 лет. Памятник федерального значения. Жилой дом русского философа Павла Флоренского от своего статуса не выиграл ничего. И за последние годы от государства не получил ни копейки. Впрочем, по словам учредителя фонда Сергея Букова, от властей сейчас никто ничего не просит. Лишь бы не мешали, а лучше помогли. Мы добились понимания сегодняшних властей и они нам пошли навстречу. Они наконец-таки поняли, как важно в городе иметь культурно-просветительский центр. Сегодня наконец-таки начинают люди понимать, что деньги не есть главное. Как они говорят, мы идем сначала к Богу, потом ищем там друзей, потом начинаем понимать, что надо в первую очередь искать самого себя в себе. Бог в нас самих. Вот, Бог в нас самих. Памятников в России хоть отбавляют десятки тысяч по всей стране. Федерального, регионального, местного значения памятники архитектуры, культуры древней и новейшей истории. Как, например, вот эта московская школа, где учились герои Советского Союза Зоя и Александр Космодемьянские. Все эти памятники сейчас в разной степени сохранности или разрушения. А средств на их реставрацию и содержание катастрофически не хватает. Обещают деньги на реставрацию. Ждем. Денег ждут годами, даже десятилетиями. И пока памятники разрушаются, главным товаром для инвесторов была и остается земля. Больше всего памятники крушили в Москве, как теперь принято говорить, в Лужковскую эпоху. Новые городские власти положили этому конец, но тут же задались вопросом. А как и на какие средства реставрировать то, что еще осталось? По большому счету и у Москвы, и у федерального центра выбор невелик. Государство просто не в состоянии полностью финансировать все необходимые реставрационные или восстановительные работы. Значит, выход один – привлекать частный капитал. В результате возникли две схемы – московская и федеральная. Столичная схема действует так. Памятник, допустим, особняк 18 века выставляется на аукцион. Он победитель, имеет право арендовать дом на 49 лет по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Но только после того, как в течение 5 лет пройдет реставрацию и ее примет Мосгорное наследие. Если инвестор не укладывается в 5-летний срок, договор с ним будет расстогнут. Со своей стороны, федеральные власти для привлечения инвесторов используют другой способ. Меценаты, вложившие деньги в реставрацию, могут рассчитывать на 30-процентную скидку аренды. Плюс к этому, если инвесторы объединились в благотворительный фонд, то 25% всех средств, потраченных на реставрацию, будут освобождены от всех видов налогов. Эта схема, мне кажется, привлекательна. Потому что, с одной стороны, она дает возможность удовлетворить некие амбиции. То есть человек, в общем-то, почти за даром получает возможность обретаться в особняке 18 века, например. Первыми по московской схеме уйдут с молотка особняки усадьбы Морозовых. Жилой дом купца Баулина, постройки 1846 года и усадьба в Подсосинском переулке, спроектированная архитектором Константином Буссе. Все здания в аварийном состоянии и денег на их реставрацию у города нет. С экономической точки зрения памятники привлекательны. Это как антиквариат. Он престижен, он красив и он не дешевеет. Проблемы только в правовом регулировании. До недавнего времени выгоднее было снести особняк и построить на его месте многоэтажку из стекла и бетона. Сейчас положение меняется, но бизнесмены говорят уже не о льготной аренде, а о праве собственности. Для владельца принципиально важно, чтобы это была собственность. То есть представление после реставрации в какое-то использование для аренду не дает прав залога, привлечения банка, передачи прав собственности или продажи. Гармонию между прошлым и будущим нелегко найти, даже когда есть деньги. Много денег. И пример тому дискуссия, которая развернулась вокруг строительства нового стадиона «Динамо». Что важнее, сохранить почти развалившиеся гипсовые барельефы или построить современный стадион к чемпионату мира, отвечающий всем правилам безопасности? В этом споре у каждого своя правда. То, что здесь произошло, абсолютно недопустимо с точки зрения действующего законодательства. И это стало возможным в результате недобросовестной манипуляции закона. Строители, показывая на заключение экспертов, говорят о своей невиновности. Объект фактически не мог больше использоваться и полностью пришел в негодность, что на нем два года уже не проводились матчи. Превращать его просто в такие священные руины и в колизей, это просто было деструктивно. Найти компромисс, который устроил бы всех, очень трудно. Ведь при этом надо не изуродовать облик и без того пострадавшего от всяких экспериментов города. Кварталы социальных домов Брунотаута в Берлине образец того, как можно даже массовое жилье, построенное еще в 20-х годах прошлого века, сделать удобным для современных людей. И это при легендарном немецком прагматизме и умении считать деньги. Россия в этом отношении проигрывает. Судьба наших кварталов эпохи конструктивизма висит на волоске. А ведь 20-е годы прошлого века едва ли не единственный период нашей истории, когда русская архитектурная мысль была в авангарде мирового зодчества, а не копировала Запад. В то время, когда сюда эшелонами едут европейцы и архитекторы со всего мира и студенты изучать это наше наследие, у нас к этому отношение в массе населения, конечно, такое скептическое. Ну что эти коробки сохранять? По словам архитектора, сносить историческое здание в центре города сродни хирургической операции, когда дальнейшее лечение пациента другими способами уже невозможно. Если же есть любая другая альтернатива, то надо искать компромисс между исторической ценностью памятника, функциональностью и удобством для людей. Так, например, поступают сейчас в Костромской области, где новую жизнь начинает резной терем зажиточного крестьянина Мартьяна Сазонова. Затерянное среди брошенных деревень чудо деревянного зодчества восстанавливает московский энтузиаст, причем на свои кровные. Да, это, конечно, затратные вещи, то есть я, скажем так, несколько лет буду работать на это. Андрей говорит, что купил терем вовремя, еще бы год и тот бы развалился на части. А ведь таких теремов в России по пальцам пересчитать. Сергей Халашевский, Анна Гелева, Дмитрий Бенедичук и Кирилл Янченко. Телекомпания НТВ. Кострома. Москва.